Деньги это серьезная тема, это важнейшая тема. Просто переставайте игнорировать тему денег, и тогда деньги будут. С тех пор, пока ты вот так вот закрываешься, да, деньги здесь, и ты такой, я вообще, я стою в стороне, ну, как бы их и не будет. Деньги, вот мне кажется, настолько табуированная тема, да, люди презирают людей, у которых есть деньги, люди не понимают, как можно говорить вообще о деньгах. Ты знаешь, что даже во многих семьях тема денег, ну, это какая-то запретная тема, то есть про секс поговорить проще, чем говорить про деньги. Деньги, так, о господи, приличные люди, такое не говорят. Как ты можешь прийти к деньгам, в себя вывести к деньгам, если для тебя это табу? Они настолько запрещают себе деньги, что они не позволяют даже кому-то другому говорить о деньгах, да, и вот здесь же есть фраза. Презирает богатство тот, кто потерял надежду на собственное обогащение. Это же про оправдание, типа, но зато я не такая, вот у нее есть деньги, но у нее в душе чернота, у нее ничего нет. Деньги не противоречат твоей духовности, душевности. Деньги усиливают, дают больше возможностей. Когда ты беден, когда ты нищ, тебе дать нечего даже себе. Ну вот, понимаешь, вот эта вот идея, что, но зато я с душой там провожу какое-то время. Те, у кого есть деньги, тоже с душой проводят время. Только они могут с душой проводить там, где им хочется, а ты только там, где можешь. Кстати, и еще у меня была ситуация в жизни, да, после чего я вообще прям закрыла тему денег и нигде не обсуждала. У меня папа работал в канадской компании на российских северах. Это был какой-нибудь там 96-й год, что ли, и он привез 10 тысяч американских долларов. Да, и я впервые в жизни трогала вот эти деньги. И для меня это вот такое, о, нифига себе! И я своей подружке рассказала, а потом в школе, короче, меня застебали. То есть они решили, что я понтанулась, а никаких 10 не было. Ну, потому что это огромная сумма по тем временам. То есть меня унизили, меня обесценили, и я про деньги перестала говорить вообще везде, всегда. То есть все, для меня это стала закрытая тема. И я тоже для себя эту тему закрывала. И это же было вот это время, когда кто-то там очень быстро обогащался. И в моем окружении все осуждали вот этих людей, которые очень быстро обогатились. Ну, потому что, типа, они воры, там, спекулянты, воры, там, и так далее. И я также к ним относилась, к этим людям. А потом, когда я уже возрослела, вышла замуж, там, уехала, я поняла, что, ну, я не хочу жить в нищете. Ну, мне тяжело жить в нищете. А есть же люди, которые не в нищете живут. Они ездят на классных тачках, они живут в хороших домах, они все себе покупают. Им не надо, как мне, приходить в магазин и думать, ну, хватит мне до конца месяца этих денег или не хватит. Что я сделала? Я перестала беситься в их адрес. Я начала себя учить смотреть на них с восхищением. Ну, то есть, они же что-то просто другое делают. Да, и что они делают другого? И вот я начала смотреть на людей, которые живут лучше, чем я, или так, как я хочу. Я стала смотреть, что они делают другого. Каждый день, вот, прям в магазине. Как они общаются с детьми, с родителями. Как они себя ведут, как они одеваются. И ты начинаешь замечать какие-то микро-микро вот эти действия, которые ты начинаешь себе их применять. То есть, первое, что восхищаться людьми, восхищаться тем, что так можно. И тогда ты начинаешь смотреть, а что они такого делают, и что из этого уже сейчас могу начинать делать я. И вот так постепенно, постепенно, постепенно. Знаешь, какое серьезное для меня было изменение, когда я стояла на остановке и видела, когда проезжает на тачке девушка, на хорошей тачке. И я не бесилась, я думала, блин, как классно. Она едет, а как бы я себя чувствовала в такой тачке. Да, вот сейчас зима, слякоть, грязь я стояла. Как бы я себя чувствовала. Вот для меня это было, значит, я уже это преодолела. То есть, я излечилась от этого говна. Да, типа, все богатые, плохие. Вот эта мысль, да, не тратить деньги, которые еще не заработал. Вот здесь, понимаешь, хочется сказать, там, не берите кредиты. Вот, люди, не берите кредиты. Но не брать кредиты на... Ну, вот, смотри, если бы я тогда не взяла кредит, мы год спали на матрасах, которые нам выдала воинская часть, на полу. То есть, матрасики лежали на полике, да, с закрытой простынькой, одеялочкой и покрывальцем, да. И вот у нас это было ложе семейное. Мы так спали год. Ну, я задолбалась, мне было некомфортно. Понимаешь, иногда кредит, наоборот, стимулирует тебя. То есть, ну, ты берешь что-то в долг, какие-то обязательства на себя, и тебя это стимулирует еще больше работать. Ну, потому что, как бы, жить же вообще ни на что не остается. И вот у меня, например, кредиты стимулировали. Ну, то есть, у меня было одновременно три кредита, и я понимала, что если я не буду зарабатывать, то из зарплаты мужа мы будем платить этот кредит, и это будет 50% дохода. Вот, и я понимала, что нужно работать, нужно активно. То есть, если бы тогда не было этих кредитов, возможно, я бы и не развивалась так. Я знала, что я не могу обратиться к маме. Мама мне бы не отказала, но у нас был принцип. Муж у меня зарабатывает зарплату, друзей богатых у меня нет, да, любовников у меня богатых нет. Я ничего не могу делать, я могу только работать. Понимаешь? То есть, у меня вот такая история, а есть люди, которые начинают набирать, и их это уничтожает. То есть, ну, вот у них нет вот этой энергии, они не знают, а как потом вернуть эти кредиты. Они их просто набирают. Набирают, набирают, и потом жизнь говно, да. И кредиты эти платить не хочется, и ради кредитов работать не хочется, потому что это особая мотивация, да, работать ради того, чтобы вернуть долги. Поэтому, если вы знаете, что вы не умеете себя мотивировать, то лучше не тратить незаработанное, а работать на то, что вот, ну, есть твое. Но это не значит, что нужно ограничиваться с тем доходом, с которым, ну, вот у тебя, там, не знаю, там, 50 тысяч в месяц зарабатываешь, да, и все. Это значит, что нужно увеличивать этот доход. Понимаешь? То есть, нет, жизнь, некоторые говорят, там, жить надо посредством. Ни хрена, надо увеличивать объем средств и жить уже по ним. Следующая такая фраза, да, одна из моих любимых. Чтобы тратить деньги с умом, нужно вначале потратиться на ум. Ну, про обучение, про, ну, консультирование какое-то, да. То есть, один раз там куда-то сходил, ну, все, я уже умный, я в себя вложил. Нифига, я в год в себя вкладываю, за прошлый год у меня было около 5 миллионов, 5-7, ну, если считать с командой, около 5 миллионов. Вот, я в себя вкладываю, я постоянно учусь, я постоянно консультируюсь. Вот, я сейчас, ну, так как развиваю, да, свой бренд, я его развиваю не на том, что я знаю. Я понимаю, что мне не хватает знаний по технологии производства, у меня не хватает знаний по цикличности производства, у меня не хватает знаний, допустим, по материалам, да, и у меня нет там знаний по ВЭДу. Я вкладываю деньги в консультации, чтобы мне знать. То есть, вот это, да, мои мозги помогают мне зарабатывать еще больше и уже тратить это с умом. Ну, то есть, в любом случае, когда ты хочешь расти, тебе придется учиться. Хочешь ты этого или не хочешь, потому что на сегодняшний день знания настолько быстро устаревают, что полагаться на свое образование, которое было положено, получено там после школы, ну, вообще не имеет смысла. Обучайтесь, просто идите, обучайтесь. Вот, ну, важно обучаться. Современный человек не может не обновлять свои знания. Сейчас мир настолько быстро меняется, да, вот я сейчас тоже иду учиться на... и искусственный интеллект, да, как в ритейле, да, использовать искусственный интеллект. Я про это не знаю ничего. Я могу проигнорировать, да, я могу проигнорировать многие. Знаешь, как мне пишут многие? Мне уже 46, что же мне делать, я ничего не могу. Так это ты выбрал, что тебе больше ничего не сделать. Мне 42, и для меня вот это вообще что-то новое. Ну, не пойму так, не пойму, я буду говорить, я тупица, значит, да. Но, скорее всего, я пойду еще куда-то учиться, еще, еще. Потому что это новое, это то, что будет развиваться. Это не NFT, который, ну, я изначально говорила, это херня, она сейчас ни во что не вырастет. Это вырастет, это очевидно, что вырастет. И либо ты это знаешь, что ты умеешь с этим работать, ну, либо ты теряешь актуальность. Соответственно, ты будешь меньше и меньше стоить. Если у вас действующий бизнес, вы понимаете, что вам нужно идти в ногу со временем, вам нужно учиться управлять тем, что происходит сейчас, ввиду вот этого быстро меняющегося рынка. Для вас я оставлю ссылку в описании. Заходите, регистрируйтесь и развивайте свои мозги. Еще один важный закон денег. Деньги хорошая слуга, но плохой господин. Вот меня в этом подозревают. Типа, что у нее только деньги на уме, а она только ради денег. Когда деньги это основное, единственное, что тебя тревожит, заботит в жизни, да, это, конечно же, фигово. И когда ты, я не знаю, у тебя там будет 190 лет, и ты будешь там на вот этом предсмертном ложе, ты не про деньги будешь думать, а ты будешь думать про то, как ты прожил эту жизнь. Да, что ты сделал, что ты видел, окружали ли тебя любимые, давал ли, дарил ли ты что-то своим любимым, да. То есть вот это все ты будешь вспоминать. И многие говорят, и значит деньги нафиг не нужны, это мусор какой-то, это все грязь, это все ненужное. Но вот это вот все, что ты будешь вспоминать, может, могут усилить деньги. Деньги дают еще больше возможностей вот это вкусить, поделиться. Чем ты можешь делиться, если у тебя у самого нихрена нет? Вот знаешь, есть тоже такая фраза, мне очень нравится, опасайтесь людей, готовых снять с себя последнюю рубашку. Понимаешь, когда у человека нихрена нет, и он отдает тебе твое последнее, многие думают, что это про благодетель какую-то. Я могу сказать, что это когда-то возможно было так, но в нынешних условиях там есть какой-то умысел. И самое ужасное, что ты его не осознаешь, ты его не понимаешь. Отдавать нужно не последнее, отдавать нужно то, что ты можешь отдать, то, что ты можешь позволить себе отдать. Отдавать последнее, возможно, это про манипуляцию, тебя пытаются ввести в чувство вины. Не бери никогда ничего последнего у людей, ну, если только не вопрос там жизни и смерти. Последнее нельзя брать у людей, ты будешь ему просто по гроб жизни обязан. И пятый, самый-самый такой важный, мне кажется, понятный для всех закон денег. Деньги это как навоз, воняют, лежат в одной куче, да, и приносят благо, если разбросаны. Про диверсификацию все уже слышали, скорее всего, да, но мало кто диверсифицирует свои деньги. Человек выбирает, во что вложить свои деньги, да, в сейф или в недвижку, да, и начинает выбирать. И они говорят, а что лучше, сейф или недвижку, или недвижку и крипта, или крипта и там новый бизнес. Так вот, диверсификация, это когда ты не выбираешь между двумя или тремя вариантами. Диверсификация, это когда ты выбираешь все возможные инструменты, все возможные варианты. У тебя везде это есть. Если у тебя вложено в или, или, да, если что-то хлопнется, ну вот, и, возможно, недвижка у тебя накроется. Ну вот мы же все видели, что происходило, вот последнее, сколько у нас там, полтора года. Все что угодно может произойти, у тебя все вложено в это, ты выбрал недвижку. К хрен ему знает, что-то завтра произойдет или не произойдет, а у тебя все здесь. Поэтому, если у тебя лежит в недвижке, в крипте, в бизнесе, в твоих мозгах, хлопнет недвижка, останется вот эти. Понимаешь, тут в чем смысл? Не надо выбирать одно из всего, что ты знаешь, нужно выбирать все. Начинаем с самого очевидного, самого простого, высокодоходного. И дальше переходим уже в более, так я скажу так, стрёмные, непонятные инструменты. Диверсификация – это не выбор одного, диверсификация – это раскидывание по всему возможному. Нужно понимать, что диверсифицировать нужно не только деньги, капиталы, а и свой бизнес в том числе. Потому что, ну, то есть источники получения дохода, потому что точно так же, то есть ты можешь раскидать там деньги по разным инструментам, да, что-то там накрылось, но осталось остальное точно так же и в бизнесе. Если накроется твой бизнес, у тебя должно остаться что-то другое. Поэтому постоянно нужно развивать, то есть добавлять бизнес. Ты можешь начать там с одного чего-то самого простейшего, заработал, открывая следующее, открывая следующее. И тут, наверное, может возникнуть вопрос, а как этим всем управлять, там, несколькими направлениями. Подписывайтесь на этот канал, я здесь все вам расскажу. И на этом у меня все. С вами была Юлия Трус. До встречи в новых выпусках. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова